ПУШКИНСКИЕ ВРЕМЕНА Матрешки, балалайки, косоворотки, самовары, гжель и прочие символы русской эстетики появились много позже и были созданы сверху специалистами определенных отраслей. Имена этих создателей известны. Самые популярные символы русского мира, а точнее русского стиля, сформировались всего лишь чуть более чем полтора столетия назад. Но сегодня все это в России считается пришедшим из глубокой древности. Давайте внимательнее посмотрим на так называемую традиционную русскую культуру. Национальный костюм. Формирование наряда, который выдается за исконно русский и который мы видим в фильмах Роу и Птушко, это Илья Муромец, Садко, Морозко и прочие картины, или у танцоров ансамбля «Березка» происходит от времен Екатерины Второй и Николая Первого. Екатерина Вторая, на самом деле София Фредерико Августа Ангальд Цербская, в повседневной жизни носила платье европейского покроя. Но на парадных портретах, чтобы подчеркнуть свою посконность истина русского человека, ее изображали в сарафане и кокошнике. Кокошник – это головной убор финно-угорских народов, а сарафан попал в Москву из Ирана, благодаря Орде. В переводе с фарси сарафан означает «одетый полностью». Это была, между прочим, мужская одежда. И до Петра Первого сарафаны носили мужчины, царь и бояре. А простые крестьяне и мещане сарафан могли носить разве что во снах. Официально народный наряд московита был утвержден 27 февраля 1834 года указом его императорского величества Николая Первого. Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к высочайшему двору. Этим указом устанавливались фасоны платья и цвет в соответствии с табелью о рангах, обязательный кокошник с фатой и длинные серьги под старину. На самом деле, единого народного костюма Москве не было никогда. Одежда жителей разных великорусских губерний существенно отличалась, что было обусловлено тем, какой именно финно-угорский народ был ассимилирован в этом регионе. Кстати, лапти практически не встречаются у славян, но очень распространены среди финно-угорских народов. Стоит вспомнить интересный факт. К созданию национального костюма во времена Николая Первого присоединились славянофилы. Особым шиком эти господа считали ношение мурмолок, высоких шапок из парчи или атласа, украшенных мехом. Александр Герцен вспоминал «По всей России, кроме славянофилов, никто не носит мурмолок». А Аксаков оделся так национально, что народ на улице принимал его за персианина, как рассказывал шутя Чаадаев. Странность Аксакова одеваться в наряд, который сейчас является символом русского мира, вспоминают и другие современники. Панаев писал Константин Аксаков наделал в Москве большого шума, появясь в смазанных сапогах, красной рубахе и мурмолке. Таким образом, московский национальный костюм создавался императорскими указами, а также энтузиастами. В исполнении последних это выглядело довольно забавно и порождало множество насмешек. Балалайка и гармошка К концу 19 века балалайка имела совсем другой вид и очень напоминала собой дутар или домру – закругленный корпус и длинный гриф с двумя или тремя струнами. Балалайка в современном виде была создана в 1883 году группой мастеров. Один из них, Франц по-сербски, запатентовал это изобретение на своей исторической родине в Германии, а не в Московии. Из Германии родом и другой русский народный инструмент – гармоника. Ее изобрел крестьян Фредерик Людвиг Бушман в конце 20-х годов 19 века. Правда, он не запатентовал свое изобретение, что позволяет другим сомневаться в его праве первооткрывателя. Например, Альфред Мирек утверждал, что гармошку изобрел чех Франтишек Киршнек во время своего пребывания в Петербурге в 1783 году. Но в общем и целом ясно одно – известные русские народные музыкальные инструменты созданы совсем не русскими и введены в обиход московитов приблизительно в 19-м столетии. Водка В 1975 году на международной конференции в Варшаве Польша выступила с заявлением о том, что водка была изобретена в Речи Посполитой. Впоследствии в СССР вышла книга Вильяма Пахлебкина «История водки». Согласно утверждениям автора книг кулинарных рецептов Пахлебкина, к нему обратился министр внешней торговли СССР Патоличев с предложением обосновать московский приоритет в изобретении этого напитка. По словам Пахлебкина, его история водки была настолько убедительной, что это позволило СССР выиграть Международный арбитражный суд в 1982 году. Забавность ситуации заключается в том, что не было никакого рассмотрения дела о водке в Международном арбитражном суде ни в 1982 году, ни чуть раньше или позже. Более того, руководитель юридической службы «Союз плода импорта» Сеглин заявлял, что никто не заказывал у Пахлебкина книгу о водке. Следует отметить также, что Пахлебкин не предоставил никаких документальных подтверждений, что водку изобрели в Москве, не позднее, как написано в книге, 1478 года. Зато существуют многочисленные документы, подтверждающие право изобретения хмельного напитка за речью Посполитой. Есть еще один живучий миф о том, что русскую водку изобрел известный ученый Дмитрий Менделеев. Однако это совсем не так. На нашем Патреоне в отдельном видеоролике мы разбираем эту бородатую легенду о том, как так называемую русскую водку связали с именем знаменитого химика. Менделеев, кстати, предпочитал вообще совершенно другой напиток. Это видео ждет вас по ссылке в подсказке в описании или в первом комментарии. Стоит привести одну цитату из произведения Михалона Литвина о нравах татар, литовцев и московитов. Книга была написана в 1548-1551 годах послом Великого княжества Литовского в Крымском ханстве. Московиты, татары и турки, хотя и обладают землями, плодоносящими виноград, однако вина не пьют. Но продавая христианам, получают за него деньги на ведение войны. Они убеждены, что исполняют волю Божью, если каким-либо способом истребляют христианскую кровь. В Москве же нигде нет кабаков, поэтому если у какого-нибудь главы семьи найдут лишь каплю вина, то весь его дом разоряют, имущество изымают, семью и его соседей по селу бьют, а его самого обрекают на пожизненное заключение. С соседями обходятся так строго, поскольку считается, что они заражены этим общением и есть сообщниками страшного преступления. Это реалии Московии 16 века. Приведенный факт говорит о явном исповедании московитами ислама, что подтверждается яркими иллюстрациями из книги другого автора 16 века Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии», изданной в 1576 году, где мы видим московитов в традиционной восточной одежде. Понятно, что в Московии изобрести этот пьянящий напиток не могли в силу религиозных запретов. Справедливости ради стоит отметить, что в новейшие времена алкоголизм действительно очень распространился на территории Московии, но употребляют обычно не столько водку, сколько суррогаты. Самым популярным алкогольным напитком является боярышник или, как его с любовью зовут местные жители, боярка. Матрешка Ее считают таким же символом Московии, как и балалайку. И, видимо, не зря. Они вошли в русскую национальную культуру практически одновременно и совсем недавно, только лишь в конце 19 века. Автор матрешки – профессиональный художник, один из создателей художественного направления «Русский стиль» Сергей Милютин. В 1890-е годы жена московского предпринимателя Саввы Мамонтова привезла с японского острова Хансю бога счастья Фукураи, изготовленного в виде игрушки дарума, фигурки без рук и без ног. Милютин разработал эскизы, по которым кукольный мастер Звездочкин изготовил матрешку. Игрушка состояла из восьми фигурок, первой из которых была девочка с черным петухом, которая получила распространенное в Москве имя матреша, то есть матрена. Впоследствии мастерская детское воспитание наладила массовое производство так называемой русской народной игрушки. Самовар. Вопреки распространенному мнению, самовар изобрели нерусские. Первая чайная машина, так называли самовар в Европе, попала в Россию из Голландии благодаря Петру Первому, любившему привозить из-за границы новинки. Через какое-то время на Руси появился свой адаптированный аналог. Правда, название самовар за ним закрепилось много позже. Первоначально в каждом городе его называли по-разному. В Курске – самокипец, в Ярославле – самогар, а на Вятке – самогрей. Самовар – прекрасный пример того, как привнесенная сверху мода от царского двора добралась до дворянских домов, а затем до купеческих и только потом до крестьянских. И случилось это лишь в XIX веке, когда в Туле было налажено массовое производство заморских чайных машин, ставших вдруг исконно русскими самоварами. Гжельский фарфор Село Гжель, как центр производства керамики, известно еще со времен Первых Романовых. В той местности было разнообразие глины, пригодное для производства кувшинов и кирпича. При этом глиняные изделия Гжели практически ничем не отличались от подобных товаров, созданных в любом месте Москвы. Только в XIX веке при селе Гжель нашли белую фарфоровую глину. Тогда же братья Куликовы создали там фарфоровый завод. При этом технологии они заимствовали, поработав на заводе немецкого предпринимателя Отто в селе Перово. То есть гжельский фарфор – это никоим образом не российская технология. Уже в середине XIX века керамическое производство в Гжеле и окрестностях полностью приходит в упадок. И только с середины XX века при СССР здесь восстанавливается, а фактически создается заново, крупный центр производства керамики. И снова в поисках русской народной культуры не удается копнуть глубже, чем XIX век. Вологодское кружево Возникло также в XIX веке. Местные помещики, следуя западной моде, начали создавать у себя мастерские по плетению кружева. За право изобретения кружева спорят еще со времен Средневековья – Италия и Фландрия, а отнюдь не Москва или Вологда. Одна из первых фабрик тонкого вологодского кружевоплетения была создана помещицей Засецкой в собственном имении в селе Ковырино, вблизи Вологды, в конце 1820-х. И вновь, как и с Гжелью, и многими другими символами так называемого русского стиля, мы видим западные технологии, освоенные в Москве все в том же XIX веке. И в итоге что же получается? Самые известные символы русской народной культуры и так называемого русского народного стиля были созданы искусственно и отнюдь не народом. Причем не так уж и давно, всего лишь каких-то 150 лет назад. Раньше этого времени мы находим совсем другую народную культуру, связанную с финно-уграми или тюрками, то есть Золотой Ордой. Вспомним те же тюрбаны, в которых поголовно ходили московиты, мужчины и женщины. Причем определенные источники почти прямо указывают, что еще в XVI веке Московия была и вовсе мусульманской страной. Видео об этом, кстати, есть на нашем канале. Выходит, что нам снова врут. Массово растиражированный в культуре и искусстве древний исконный русский стиль оказывается придуман не так уж и давно, лишь в XIX веке. А если еще вспомнить и придуманную при Екатерине Второй русскую историю, то и вовсе складывается интересная картина. Московия, называющая себя Россией, это выдуманная страна, фантом. Не зря, видимо, Федор Тютчев писал, что умом Россию не понять. В Россию можно только верить. Сложно верить в то, чего нет. Однако русские этому хорошо обучены. Это и понятно. Если у раба забрать его заблуждение, то вся система развалится. Ну, на том и стоит земля русская. Всем добра и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова